Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи. Программа ипотечного жилищного кредитования 7-20-25 уже в действии. Она значительно выделяется на фоне всех предыдущих и действующих государственных ипотечных программ своей беспрецедентностью и масштабностью. В ней может участвовать любой гражданин республики, имеющий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности. Все кредиты будет выкупать оператор программы ипотечной организации «Баспана», которую создал Национальный банк. Общий объем ипотечных кредитов составляет 1 триллион тенге. Как и кому будут выдаваться подобные кредиты, на какую сумму, нужен ли при этом залог и какие документы должны быть в наличии, наконец, куда обращаться. Ответы на эти и другие вопросы попытаемся найти сегодня в ходе прямого эфира. Добрый вечер. В студии директор Шамбулского областного филиала Национального банка Казахстана Евгений Евгеньевич Шарыгин. Наш телефон, уважаемые телезрители, тот же телефон прямого эфира. Это 34 66 49. Пожалуйста, пользуйтесь моментом, что господин Шарыгин пришел сегодня собственной персоной в нашу студию. Звоните, задавайте свои вопросы. Евгений Евгеньевич, в первую очередь, наверное, надо будет объяснить народу, кто будет иметь право на такой вот кредит. 7, 20, 25. Ипотеку, получается, дадут, вот как я поняла, только на покупку первичного и только нового и единственного жилья. И это якобы вот важный такой момент. Ну и доход, соответственно, должен быть. Вот какой? Давайте общее понятие дадим. Да, ну спасибо, что пригласили меня в студию. Во-первых, вы уже много рассказали про эту программу. Ну я так, это немножечко, чтобы ввести телезрители в курс дела. Да, ну давайте начнем с того, что вот у нас в марте текущего года президент наш выступил с пятью социальными инициативами, в одной из которых он поручил Национальному банку именно реализовать программу 7, 20, 25 для доступное жилье для каждой казахстанской семьи. И, то есть, мы приступили к реализации этой программы, то есть, мы ее отработали и запустили в мае, 30 мая. То есть, подписали постановление правления Национального банка, вышло и, то есть, уже с июня и с июля мы уже начали работать. Вот. Ну, что необходимо, прежде всего, сказать? Необходимо сказать то, что у нас действительно, да, 7, 20, 25 – это 7% годовых, 20% первоначальный взнос и срок кредитования до 25 лет. Очень простые условия, во-первых. Во-вторых, да, действительно, в этой программе могут участвовать все граждане Казахстана, но есть определенные условия. То есть, во-первых, это гражданин, во-вторых, он не должен иметь ипотеки, он должен иметь постоянный стабильный доход. Либо от трудовой, как вы сказали, либо от предпринимательской деятельности. Программа эта уже, как я сказал, работает, то есть, она запущена и, в целом, по Казахстану идет, проявлен большой интерес, хотя есть некоторые, как бы, ну, скептики, которые не доверяют, не верят, но я думаю, в ходе этого эфира мы постараемся развеять некоторые сомнения, скажем так, мифы и так далее. Вот только вчера вышло новое изменение или дополнение вот в эту программу, и якобы теперь вместо 20% первоначального взноса достаточно и 10%. Так получается? Совершенно верно. Сейчас это пилотный проект реализуется в рамках города Шамкент. Это в начале сентября было проведено совместное совместное. Именно пилотный проект по 10% первоначальному взносу? Он в городе Шамкент уже реализуется, хотя он распространяется на всей территории Казахстана, в том числе и в Жамбулской области. 27 августа этого года было подписано постановление правления Национального банка о внесении изменений в программу. Там было предусмотрено два новых продукта. Это Жас Арман первый продукт и второй Комкор Баспана. Теперь я немножко расскажу об этих продуктах и соответственно о этих изменениях, которые сейчас мы как Национальный банк и в регионе как филиал региональный, мы совместно с местными исполнительными органами, с областным акиматом, с городским акиматом сейчас очень активно работаем. Вот эти две программы, эти два продукта под 10% первоначального взноса заложены. Ну вот смотрите, да, первый продукт Жас Арман это для молодых семей до 36 лет. Что предполагается? Предполагается, что как бы человек находит жилье, как бы обращается в акимат, что вот, то есть мы нашли такое-то жилье, номинальной стоимости, ну скажем, 10 миллионов тенге. То есть первоначальный взнос. Нашли это жилье первичное, вторичное? Первичное. Речь вообще идет только о первичном жилье от застройщика. От застройщика. О новостройке. Да, о новостройке. То есть вот человек нашел жилье, скажем, за 10 миллионов тенге, то есть 1 миллион он вносит свои деньги, 1 миллион выделяет акимат. Но акимат выделяет как? Он может предоставить безвозмездно определенным категориям граждан, то есть этот перечень и механизм сейчас прорабатывается, либо на возмездной основе беспроцентный кредит. Таким образом, получается, что, ну скажем так, что в рамках вот этих 10 миллионов ежемесячный платеж он может составить где-то около 57 тысяч тенге в месяц, плюс вот этот беспроцентный кредит, который выделяется на добавление вот этих 10 процентов, он будет составлять где-то в размере 5 тысяч тенге в месяц. То есть таким образом человеку нужно будет платить немногим более 60 тысяч тенге. И здесь как бы по доходам сразу могу сказать, что если человек не может, гражданин не может себе позволить, то есть этот кредит оплачивать, то он может привлекать созаемщика. То есть семья из двух человек с заработной платой, скажем так, 120-150 тысяч тенге вполне могут осилить и освоить вот эту программу, этот кредит. Надо вот отметить, что установлен ценовой потолок для приобретаемого жилья, да, для Астаны, Алматы, Актау, Атарау, скажем, это одна сумма, для регионов другая, да? Так, это какие будут? Так, ну здесь получается для городов республиканского значения, у нас 4 города республиканского значения, это 25 миллионов тенге, для остальных регионов... Это предельная сумма. 25 миллионов, да, это предельная сумма, для остальных регионов это 15 миллионов тенге, в том числе у нас в Жамбулской области тоже 15 миллионов тенге. 15 миллионов. Здесь я вот хотел еще что добавить, сейчас уже тоже 4 сентября, то есть, извините, 27 сентября, 27 августа, получается, также вышло то, что я раньше говорил, постановление правления национального банка об изменениях в программу. То есть, теперь местные исполнительные органы, то есть, Акимат области, Жамбулской области, может выпускать облигации для того, чтобы привлечь деньги на строительство вот этого доступного жилья в рамках программы 7-20-25. Деньги будет предоставлять компания Баспана, то есть, и в рамках уже, получается, вот этих новых изменений в программу, то есть, местные исполнительные органы могут привлекать деньги в размере до 6,4 миллиарда тенге. Многие могут выпускать облигации, привлекать деньги, строить и потом реализовывать это все по программе 7-20-25. Сразу давайте скажем, чтобы вот кто слушает, уже человек, чтобы знал, куда надо обращаться тем, вот кто надумал, сейчас вас послушав или раньше зная про эту программу, чтобы поучаствовать. И какие документы, в первую очередь, надо иметь на руках? Так, ну, во-первых, у нас есть частные застройщики, которые строят многоквартирные жилые дома, это некоторые компании, это надо обращаться к ним. Также у нас есть государственное строительство в рамках государственных программ, это программа Нурлжел, Нурлжер. Ну, это вы имеете в виду, чтобы выбрать жилье? Да. Да, а потом нужно идти? Да. Вот, Фили, это, офис Баспаны, он есть конкретно у нас в Таразе, будет? Да, офис Баспаны, нет. Он здесь, в принципе, и не нужен, потому что у Баспаны есть операторы, это банки второго уровня. Да, через банки второго уровня, напрямую. Да, с которыми Баспана заключила соответствующие соглашения, и сейчас вот в нашем регионе... Какие банки уже определены? Да, 5-5 банков определены, уже вчера присоединился 6-й банк, еще Форте-банк. То есть это у нас банк-центр кредит, это лидер продаж, Народный банк, Цесно-банк, АТФ-банк и Евразийский банк. И вот присоединился еще Форте-банк. А в Жилстройсбербанк человек может пойти? В Жилстройсбербанк? Конечно, может, да. А там тоже эта программа? Эта программа в Жилстройсбербанке, она пока еще не работает, но она скоро заработает, потому что Жилстройсбербанк, он тоже как потенциальный партнер, сейчас для компании Баспаны он выступает потенциальным партнером. Ну и, конечно, вопрос немаловажный, будут ли взаиматься комиссии при оформлении кредита? Вот в Жилстройсбербанке, например, вот люди знают, и не знаю, как сейчас, а было время, но были очень кабальные условия по оформлению. Суммы доходили до 100 тысяч тенге при оформлении кредита. Как здесь будет 7-20-25? Ну, я сразу скажу, что по этой программе никаких комиссий не предусмотрено. Изначально? Изначально никаких комиссий не предусмотрено и не будет. Вот, ну, прошу встроен, но тоже скажу, что там сейчас комиссии уже минимизировали, то есть там, в принципе, тоже условия уже достаточно тоже хорошие. Скажите, уже известны какие-то числа, цифры? Сколько заявок на сегодня уже, вот, скажем, поступило, и откликаются ли люди в нашем Жамбулском регионе? Да, вот в Жамбулском регионе у нас, ну, скажем так, вот, если взять цифры по сравнению с республикой, то есть, то у нас на сегодняшний день одобрено 2,5 тысячи заявок, это в целом по республике даже больше уже, чем 2,5 тысячи заявок на более чем 25 миллиардов тенге. Это на рассмотрении находится. А одобрено, уже выданы, которые уже займы на 18 миллиардов тенге, то есть немногим, более полтора тысячи, полторы тысячи человек уже получили. В сравнении с Жамбулской областью, конечно, у нас цифры гораздо поменьше, но, то есть у нас, получается, на сегодняшний день на рассмотрении находятся 14 заявок на сумму 148 миллиардов тенге, а выдано уже, получается, 10 заявок на сумму, ну, уже более 100 миллиардов тенге. В основном, это у нас сейчас займы выдаются для покупки жилья, если мы имеем в виду наш город Тарас в Жамбулской области, это у частных застройщиков, пока только у частных застройщиков, то есть, ну, что сказать, категории граждан, которые приобрели, это есть, как бы, работники здравоохранения, три человека, там, работники образования, работники правоохранительной системы, также частные предприниматели есть, то есть, ну, в принципе, уже достаточно большой набор, в том числе и бюджетная сфера, и частные предприниматели. Ну, а теперь, наверное, необходимо все-таки поговорить о эффективном использовании всех условий вот этой новой ипотечной программы. Вот сейчас вопросом жилищного строительства в регионе уделяется очень большое внимание, мы это видим по тому, как строится новый 15-й микрорайон, это раймассив, вот, именно там вот будут реализовываться квартиры по 7-20-25? Да, совершенно верно, сейчас на регистрации в Министерстве юстиции находятся именно правила по реализации жилья в рамках вот этой программы, то есть, как они будут зарегистрированы, то есть, они предусматривают механизм именно по предоставлению местными исполнительными органами в продажу именно новых квартир, построенных в рамках программы Нур-Лыжол, это, кстати, вот микрорайон Арай, и программы Нур-Лыжер, это 15-й микрорайон. По программе Нур-Лыжол, там остаток, получается, непроданных квартир, он составляет порядка 150 квартир, то есть, люди потенциально, которые хотят приобрести, могут обращаться непосредственно в Акимат, в ЖКХ, но это только после того, как правила уже вступят в силу. То есть, мы ожидаем этого уже в сентябре, то есть, сейчас и до конца сентября. Что касается 15-го микрорайона, то он построен уже в рамках программы Нур-Лыжол. Там первоочередная продажа, она предполагает распределение квартир среди заемщиков Жилстройсбербанка, и весь остаток квартир может быть реализован тоже в рамках этой программы. Ну, в принципе, спрос со стороны жителей нашего региона и на массив Арай, и особенно на 15-й микрорайон, очень большой. Я думаю, что как раз эта программа, она будет под большим подспорьем, особенно для молодых семей. Скажите, я так думаю, что вы, наверное, все-таки это строящееся новое жилье видели бы, были там? Вот качество какое ждет заемщика? Ну, надо сказать, что как бы вот здесь уже на любой вкус. То есть, получается, если мы берем массив Арай, там планировки немножко большие, крупные планировки, там 80 квадратов, 100 квадратов, немножко больше, 110 квадратов, то получается 15-й микрорайон, там уже более компактные планировки, и, как бы, соответственно, нагрузка на кредит, она будет, соответственно, меньше платить за квадратные метры. То есть, трехкомнатная квартира, если там не ошибаюсь, там порядка 70 квадратных. Это в 15-м микрорайоне? Да, да. То есть, в принципе, очень, даже, по-моему, 65-65-70 квадратных. Ну, и качество, вот как вот, на ваш взгляд? Они будут в часовой отделке? Да, совершенно верно. То есть, квартиры все предоставляются, будут предоставляться в часовой отделке. Так. Ну, стройматериал отечественный, это ладно, а качество все-таки будет хорошее. Ну, я не могу так сказать прям про качество, но, по крайней мере, то, что я видел, да, достаточно хорошего качества в чистовой отделке. То есть, мы заходили, смотрели, то есть, как раз приезжала комиссия с Можилиса парламента, то есть, тоже смотрели за ходом реализации этой программы. Мы совместно с Акиматом и с членами комиссии ходили, смотрели. Ну, очень красиво и уютно. У нас с вами немножко времени осталось. Я тут вот сделала заготовки такие, наиболее часто, вопросы, которые встречаются у населения. И вот пробежимся по ним немножечко. Я их вот даже выписала, ладно? Давайте. Вот, если, значит, смотрите, у человека нет никаких официальных доходов. Он нигде не работает. Вот. Он же не может получить заем по программе? Совершенно верно. То есть, одним из обязательных условий программы является официальный доход либо от трудовой, либо от предпринимательской деятельности. Поэтому во избежание рисков возможных, с которыми мы столкнулись уже как бы в предыдущие периоды, обязательно должен быть подтвержденный доход. Это первое условие? Да, это одно из главных условий. Скажите, вот многим учиться, какой должен быть размер зарплаты, дохода, чтобы вот получить заем? Ну, вы вроде как-то и сказали, но вот пройдемся примерно. Какие зарплаты? Кто может претендовать? На семью, доход? Ну да, ну, начнем с того, что у нас вот в Жамбулской области одна из самых низких заработок, плата республики. Да, конечно, в этом плане вопрос платежеспособности выходит на первое место у нас. Но здесь мы, как я уже говорил, то есть если это семья, можно привлекаться заемщика, супруга супруга, например, то есть тогда совокупный доход, он в целом должен составлять, ну, как я сказал, ну, минимум это должен быть 120 тысяч тенге. То есть если, как бы, 60 тысяч будет уходить на ипотеку, 60 тысяч будет, как бы, оставаться там на... Какого возраста люди могут претендовать на участие? 7, 20, 25? Вот есть же большая когорта людей и предпенсионного, или после 50, им светит участие? Да, то есть, как я уже говорил, главное, чтобы человек являлся гражданином Республики Казахстан, то есть от своего совершеннолетия до пенсионного возраста он может участвовать, быть участником этой программы и получать займы. Но, соответственно, конечно, банки будут смотреть уже согласно своей кредитной политике, то есть есть вот это именно возрастные ограничения, но они предусматривают вплоть до пенсионного возраста. Можно ли вместо первоначального взноса, скажем, предоставить в залог другое жилье? Нет, предусматривается только внесение первоначального взноса наличными деньгами. Это... Национальная валюта, тем не менее. А возможно ли для оплаты вот этого первоначального взноса пенсионных накоплений или, скажем, вкладов в ЖСБ? Ну, пенсионные накопления это как бы однозначно нельзя. Это не предусматривается. А вклады в ЖСБ, ну, в принципе, это по пожеланию уже людей. То есть, в принципе, они могут снимать свой вклад с жилстрой Сбербанка и направлять как первоначальный взнос по программе 7.20.25. Но в данном случае, получается, тогда люди, которые копили, там же... И теряют все те льготы, которые они насобирали. Да, получается, там и проценты, и плюс государственную премию, они тогда теряют, получается. Ну, здесь надо выбирать уже. И вот все-таки еще хочу спросить. А можно в качестве первоначального взноса не 20% внести, а больше? Нельзя. Программа предусматривается именно вот 7, 20, 25. 20% первоначального взноса должен быть внесен деньгами. После того, как человек, гражданин, получил заем, он может потом на следующий день прийти и еще дополнительно внести деньги как в счет досрочного погашения. Так можно сделать. Но именно условие, основное условие, это 20% первоначального взноса и все. То есть точка на этом. 25 лет в такой долгий срок. Тут и не проживешь до него, многие подумают. Можно сократить? И не тянуть, и не рассеивать на 25 лет? Да, конечно. В любое время. Через сколько лет можно вообще, вот если человек разбогатеет каким-то образом, он может прийти и одним махом закрыть оставшуюся? Через сколько лет? Ну, тут, скажем так, не через сколько лет он в любое время может закрыть этот кредит. Он может его получить, например, сегодня, через неделю, через 10 дней пойти и закрыть его. Целиком? Да. Вместо 25 лет? Да. И никаких штрафов не будет? Никаких штрафов не будет. Правда? Да. А ведь было, что раньше... Да, раньше были ограничения, сейчас это все ограничения сняты. Значит, вот это жилье, которое было взято в кредит по программе, можно будет его, вот скажем, продать, потом слово взять? Да. Самое главное условие, это чтобы на момент приобретения жилья у человека собственное отсутствовало, ну, соответственно, жилье, собственности. это подтверждается справками, с целью, адресами. Какой, допустим, год постройки жилья должен быть? Год постройки жилья, ну, первичное жилье, то есть новое. Это, то есть, вот оно сейчас строится, вот как, 15-й Арай, и ты, значит, оформляешься. Да. А вот, скажем, где-то в Астане, в Алмате, дом был построен, ну, скажем, в 17-м году. Астанинец или Алматинец, может же взять в 17-м году? Да, конечно, может. Это же свежее жилье. Свежее первичное жилье, которое еще ранее не было реализовано на вторичном рынке. То есть, все можно приобретать. То есть, если это является первичным жильем, его можно приобретать в рамках нашей программы. Так. Если мне разрешат мои режиссеры, вот два слова можно сказать о вторичке? Да. На вторичное жилье какая-то программа тоже разрабатывается. Да. Этого сейчас нет, оно заработает скоро или как? Уже 4 сентября этого года компания Баспана выпустила новый продукт, который называется Баспана Хит, который предусматривает... Который будет заниматься только вторичным жильем. Да. В рамках этого продукта люди смогут приобретать жилье на вторичном рынке под, получается, 10,75% годовых. Уже определены даже проценты. Это уже определены проценты. То есть это базовая ставка, которая базовая ставка Национального банка, которая на сегодняшний день составляет 9%, плюс 1,75%. Это под 9,5% годовых. Тот же первоначальный износ 20% и до 15 лет. То есть этот продукт уже внедрен и он уже тоже работает. Ну, по крайней мере, сейчас отрабатывается и будет... Ну, он уже запущен, в ближайшее время как бы в массовую войдет работу. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Напомню телезрителям, что 20 с лишним минут в прямом эфире с вами был директор Шамбулского филиала Национального банка Казахстана Евгений Евгеньевич Шарыгин. Он разъяснил вам, телезрители, условия получения доступного жилья по программе 7.20.25. В надежде на то, что программа хорошо активно заработает в нашей области и как это будет происходить, мы к этой теме, наверное, не раз будем возвращаться, будем вас приглашать, а вы приходите. Договорились? Хорошо, договорились. Спасибо большое. И вам спасибо. Новые продукты будут выходить, новые условия, все будем разъяснять. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»